По легендам, именно в этой деревне жил тот самый первый в мире Дед Мороз, он же Санта Клаус, он же Йеллоу Пуки, это финский Дед Мороз, если что. Ну что, идём посмотрим на Санту. Не, Дед Мороз мне не интересен. Я хочу полазить в катакомбах и найти настоящих эльфов. А с чего ты вообще взял, что существуют и эльфы, и какие-то там катакомбы? Я про такое не слышал. Именно такую фотографию я видел на катакомбах. Ну, если это даже и они, то там написано, что вход туда запрещен. А, я прошу прощения, а что это за ходы вон и там сверху? Это нетерпеливый юноша, как раз ходы к мастерской, которая, как я уже сказал, не уцелела. Я уверен, что эльфы существуют, и они просто прячутся в своих норах. И сейчас мы с вами отправимся на их поиски. Так, главное... А ну стоять, молодой человек! Куда это ты собрался? Я в пещеру к Санте. Вход разрешён только с родителями, и комнаты уже закрыты. А что если... Да, можно засесть в этих домиках, взять плед, термос с чаем и ждать. Ждать, пока охранник уйдёт. Вы что, спите здесь, что ли? Почему вы мне не отвечаете? Мам! Мама! Почему они... Они замёрзли? Дядя Линч! Дядя Линч! Пожалуйста! Пожалуйста! Нет! Дядя Линч, ты тоже! Ты тоже замёрзла! Как? Почему? Хочешь красивую картинку, а твой Моник уже выдыхается? Не проблема, заходим на Е-каталог. Ищем мониторы, варьируем цену от 10 до 20 тысяч и ставим любимые фирмы. Теперь из огромного ассортимента выбираем пару моделей для сравнения. Заходим во все параметры и смотрим все интересующие нас характеристики. Осталось на странице товара посмотреть отзывы, чтобы убедиться в надёжности монитора. Если ты ищешь технику, то заходи на Е-каталог и подбери самый лучший вариант. Все мои родня замёрзла. Они все... Они все превратились в ледышки. Да ведь здесь... Здесь совсем не холодно. Что же мне делать? Как же мне быть? Я ведь... Я ведь просто ребёнок. Мама. Дядя Джон. Дядя Линч. Получается они... Получается они все мертвы? Нет. Не может этого быть. Этого не может быть. Они не могли умереть. Дядя... Дядя Линч бы... Дядя Линч бы не опустил руки. Он бы что-нибудь придумал. Ну что? Как бы поступил дядя Линч? Думай, Лукас. Думай. Как мне разморозить моих родных? Нужно их как-то согреть. Ну как? Зажигалка. Легендарная зажигалка дяди Линча. Он всегда носит её с собой, хоть и не курит. Она должна быть где-то... Есть. Вот она. Так. Работает. Отлично. Ну-ка. Я согрею дядю Линча. Растопли его аккуратненько и всё будет хорошо. Так. Главное... Главное не оставить ему ожоги. Если с рукой получится, то можно будет развести костёр. Укутать их одеялами. Полить кипятком в конце концов. И... Разморозить. Ну... Этого должно хватить. Ладно. Посмотрим. Нет. Почему он... Он такой же ледяной. Этого не может быть. И ведь держал пламя почти впритык. Он должен был хоть немного, но разморозиться. Вместо этого он такой же ледяной, как и был. И даже, по-моему, больше, чем мама. Он холоднее, чем мама и дядя Джор. Может, поэтому с ним не работает. Нужно попробовать на маме и на дяди Джоне. Да. Может, их сначала... Стоп. Дверь балкона. Это же я... Я сбегал через балкон и не закрыл её. А что если... Что если из-за меня все замёрзли? Если бы я не оставил дверь открытой, то, возможно, они бы все сейчас были... Нет. На улице ведь не так холодно. Где всё может быть? Это лучше закрыть. Ладно. Попробуй разморозить маму и дядю Джона. А потом уже будем разбираться в причинах и следствиях. Так, мам. Давай, я в тебя верю. Должно получиться. Ты должна... Должна разморозиться. Ну же, пожалуйста. Нет. Она такая же холодная. Вообще ничего не помогает. Я держал пламя прямо... Так, дядя Джон. Ну, извини, конечно, но тебя я попробую разморозить прям впритык. Если с тобой получится, то мы решим все эти проблемы вместе. Давай, дядя Джон. Ты мне нужен. Нет. С ним тоже не работает. Вообще ни с кем не работает. Огонь ведь... Он горячий, но... Ладно. Планы отпадают. Нужно думать план Б. План Б, план Б. Я позову других взрослых. Другие взрослые помогут мне растопить этих взрослых и всё будет хорошо. Эй! Люди! Охранник! Эй, дяденька! Дяденька, помогите! Мои, мама, дядя, дядя Джона, дядя... Линч замёрзли. И охранник замёрз, но... Почему? Хотя с ним-то понятно, он всё это время был на улице, но... Почему дядя Линч и остальные замёрзли в доме? И почему я не замёрз? Я ведь бегал по улице. Неужели всё из-за куртки? Но она тёплая, но не настолько же. Да и охранник тоже одет, по сути. Как и тот. Как и тот возле пещеры. С которым я говорил пять минут назад. Он не был заморожен, значит, единственный, кто не замёрз, это он. Может, он знает, в чём дело. Надо быстрее до него добраться. И ещё тот мужик с усамик, который меня толкнул. Но я... Да я не знаю, куда он пошёл. Вроде на парковку. Но хоть кто-то. Я уж подумал, что я единственный не замёрз. Это было бы трудно. Ребёнок единственный, кто... Нет, нет, нет. Он тоже замёрз. Охранник тоже замёрз, а? Прошло пять или десять минут. Не мог же он за это время просто взять и замёрзнуть? А люди на катке? Там же... Там же куча людей каталась. Они-то... Они-то двигались. Они были в движении и одеты. Они не должны были замёрзнуть, как и я. Может, из-за того, что я бегал, и люди бегали, и мы все были одеты и... Нет. Нет, я уже вижу... Я уже вижу, что они... Стоят, как статуи. Они не двигаются. Они тоже превратились в сосульки. И не все... Все люди в деревне замёрзли. Все, кроме меня. Но почему... Стоп. Кажется, она... Она шевелится. Эй! А чёрт, она тоже не замёрзла. Эй, стой! Погоди! Мне нужна помощь! Не убегай! Меня зовут Лукас! Эй! Где ты? Она должна быть где-то здесь. Она не могла уйти из катка. Она за оленями. Она тоже не замёрзла. Слышишь? Меня зовут Лукас. Мне нужна помощь. Ты знаешь, что здесь... Я вижу тебя. Эй, стой! Погоди! Нет! Не убегай, пожалуйста! Не убегай! Стой же ты! Я не причиню тебе вреда. Я добрый! Подожди, пожалуйста! Эй! Ну же, не убегай, пожалуйста! Мне нужна помощь! Мне нужно знать, что здесь происходит! Стой! Пожалуйста, стой! Меня зовут Лукас. Я приехал сюда со своей мамой и дядей! И вторым дядей! Да погоди же ты! Стой! Почему она такая быстрая? Эй! Подожди, пожалуйста! Да! Ты с этого дома! Мы соседи! Я с того дома! Мы с тобой соседи! Меня зовут Лукас! Пожалуйста! Эээ! Она заперлась! Открой, пожалуйста! Мне нужно знать, что здесь происходит! Пожалуйста! Меня зовут Лукас! Мне нужна помощь! Ты знаешь, что здесь происходит! Нужно... Нужно как-то проникнуть в дом и поговорить с ней! Потому что она единственная, кто... Кто не замёрз! Через окно... И... Главное, чтобы... Было открыто! Нет! Чёрт! Гвоздями, что ли, забито! Ладно! Попробую через другое! В доме нет никого, что ли? Сейчас посмотрим! Эээ! Тут тоже закрыто! Блин! Прям намертво! Чёрт возьми! Как же мне попасть в дом? А там есть ещё окна! Сзади! Нужно попробовать там! Почему она от меня убегала? Неужто так испугалась? Я бы наоборот поговорил... С единственным... Незамёрзшим человеком! Так, ну-ка! Открыто! Отлично! Эээй! Есть кто живой? Я знаю, что ты где-то здесь! Так что выходи! Тебе от меня не спрятаться! Я всё равно тебя найду! Где бы ты ни была! Где же она прячется, блин? Дом не маленький! Но я... Найду её! Чего бы мне... Замёрзшие взрослые... Замёрзшие взрослые! Наверное, это её родители! Или другие какие родственники! Это лагерь! Но ничего! Это дело мы обязательно раскроем! Паника паникой! А секретные материалы... Наверху! Она прячется наверху! Что ж, посмотрим! Думаю, эта малявка знает, что здесь творится! Человек, которому нечего скрывать... Убегать не будет! Эээй! Где ты? Я знаю, что ты где-то здесь! Так что выходи! Хватит прятаться! Ладно, пойдём по порядку! Ага, в той стороне! Значит, где-то... В одной из этих комнат! Ну что ж, теперь тебе от меня... Точно не скрыться! Ты здесь, малявка? Знаешь, тебе лучше сейчас выйти, чтобы я не нашёл тебя сам, И как не поддал тебе по заднице за то, что я... За тобой бегал! Ну всё! Где ты? Где ты прячешься? За диваном? Нет! Я знаю, где ты! Выйдешь сама или мне подойти? Ну как хочешь! Эх! Что? Я был уверен, что она здесь! Эээээ... В другом шкафу! Выходи! Я знаю, где ты! Эй! Ладно! Вот ты где попалась! Отвали от меня, малявка! Это кто ещё из нас, малявка? Выходи давай, разговор есть! Ага! Ещё чего! Ладно! Ты знаешь, что произошло с людьми? Почему они замёрзли? Конечно, знаю! Расскажешь? Нет! Слушай сюда, малявка! Я потомок Егора Линча! Если кто-то и может решить эту проблему, то только я! Кто такой Егор Линч? Короче! Выкладывай, или я запру тебя в шкафу и останешься тут! Хорошо! Дай только выйти! Не-не-не-не! Стоять! Что это? Сначала ты мне всё расскажешь! Что здесь произошло? Почему все превратились в ледышки? Потому что их заморозили, болван! Ладно! Хорошо! Похоже, этот шкаф нужно закрыть! Той не закрывай! Рассказывай! Что? Рассказывай, что здесь произошло! Кто это сделал? Ты видела? Видела, видела! И кто же? Это сделали эльфы! Что? Эльфы! Ну, которые помогают Санте! Такие зелёные, не очень! Есть ещё белые! У них ещё уши такие! Да знай я, кто такие эльфы! А чего тогда спрашиваешь? То есть они... Они всё-таки существуют! Конечно, существуют! Саморож 98 не врал! Кто? Не важно! Злюка! Значит, эльфы всех заморозили! Но почему? И почему мы с ней... Слушай, ты видела ещё кого-нибудь незамороженного? Конечно! Все малявки не замёрзли! То есть, не замёрзли только дети? Да, только малявки! Зачем? Зачем эльфы заморозили взрослых? Не знаю! Мои папы с мамой тоже замёрзли! Может, и бабушка? Понятно! Ладно, спокойно! Если эльфы нас не заморозили, то детей они не трогают! Значит, можно пойти к ним в пещеру и попросить их всех разморозить! Ты ненормальный? А у тебя есть другие варианты? Но ведь эльфы тебя сожрут! Другие варианты есть? Нет! Ну вот, тогда пошёл! Я с тобой! Нет! Никаких со мной! Ты ещё маленькая! Я не маленькая! Я уже взрослая! Я серьёзно! Сиди здесь и... Веди наблюдение! Как только я вернусь, доложишь! Смотреть в окно? Именно! Это я могу! Тебя как зовут? Дана! Хорошо, агент Дана! Скоро увидимся! Будь осторожен! Само собой, я сама осторожна! Не возвращайся! Эх, тёртов дом! Сплошные лабиринты! Значит, эльфы! Это всё сделали эльфы! Я так и знал, что они существуют! Так, ну... Вроде их не видать! Что ж, посмотрим! Значит, заморож 98 всё-таки не врал! Правда, он ничего не писал про то, что они замораживают взрослых! Почему же они это сделали? Может, один из взрослых увидел их или... Напал на них? Или когда обидел? Чёрт его знает, что у этих эльфов на уме! Но, надеюсь, они послушают меня и... Разморозят взрослых! И, конечно же, я надеюсь, что они не сожрут меня после того, как разморозят всех! Здравствуйте, мистер охранник! Я пройду в пещеру, вы не против? Не против! Ладно! Эй! Эльфы! Тишина! Ладно, может, нужно зайти подальше, чтобы они меня услышали? Или пробраться прямо в катакомбы? Не знаю... Вы здесь? Эльфы! Это ещё что такое? Я думал, эльфы звенят колокольчиками и милоще бечут, а не рычат, как дикие псы! Что-то перехотелось мне с ними разговаривать... По крайней мере, я знаю, где они... Ладно, нужно сначала посмотреть, сколько их... И смогу ли я их одолеть в случае чего... Серьёзного оружия, конечно, у меня нету... Но кое-что я с собой взял... Что мне обязательно... Поможет... Чёрт! Что это за собака такая? Что это? Это эльф? Почему он ползает? И почему он не зелёный? Кажется, меня кто-то обманул... И куда он пошёл? На выход, что ли? Ну, он один... Можно попробовать с ним поговорить... Но он может быть опасен... Время секретного оружия... Вот она... Моя убийственная рогатка... Это, конечно, не пистолет... Но стреляет не хуже... Главное, чтобы патроны всегда были под рукой... И тогда это... Хорошее то, что нужно... А вот и мистер эльф... Какой-то он здоровый... Ладно, Лукас, не дрейфь... Только ты можешь спасти ситуацию... Где он? Мистер эльф... Здрасте, меня... Меня... Меня зовут Лукас, и... Вы заморозили, наверное... Случайно моего... Дядя Линча... Мою маму... И дядю Джона... И вообще всех остальных в деревне... Не могли бы вы, пожалуйста... Разморозить их обратно... Чтобы я... Отстаньте от меня! Пожалуйста, нет! Чёрт возьми! Мистер эльф... Я не хотел... Я не хотел причинять вам вреда! Отстаньте, пожалуйста! Нет! Не трогайте меня! Отстань, Файр! Отстань от меня! Слышишь? Отстань!